всем привет с вами зауральский садовод сегодня у нас на календаре 18 марта весна у нас наступает медленно но наступает вчера даже видела первую бабочку давно я не снимала ролики времени на это сейчас совсем нет потому что идет пикировка пересадка черенкование обработки и в общем работы очень много поэтому снимать некогда вопросы мне задают комментариях насчет различных растений которые я показывала ранее и хотелось бы конечно показать как они у меня сохраняются как я их сохранила и сегодня хочу поговорить о георгинах вегетативных у меня были ролики когда я их убирала на хранение и был ролик черенкование черенковала я два месяца назад покажу вам черенки как они мне сейчас выглядят но и расскажу как я сохранила все-таки свои георгины не все георгины я сохранила у меня было четыре сорта сохранилась только у меня три сорта но как они у меня сохранились вот этот сорт у меня сохранился клубня там посажен он у меня вот такой вот горшок я его пересаживала ведерко и всю зиму он у меня рос в этом ведерке и брала с него черенки вот здесь вот еще можно взять черенки уже новые наросли вот так вот сейчас выглядит маточный костик потому что он уже на 10 раз весь общипан перещипан а другие три сорта я тоже также посадила клубеньки но клубеньки в грунте сохранить я не смогла также я хотела держать в вегетирующем состоянии то есть снимать с них всю зиму черенки переукоренять и не очень у меня это получилось в общем черенки то я с них успела снять а вот сами клубеньки то ли я их перелила то ли они уже чем-то у меня заболели в общем они меня сгнили клубни от трех сортов я потеряла но у меня остались черенки я их дальше черенкую в общем эти сорта кроме одного желтого тот я даже не успела начеренковать три сорта у меня все-таки сохранились спрашивают как их лучше сохранять я не могу ничего сказать про хранение клубня просто в грунте в сухом состоянии где-то в погребе потому что я так не сохраняла за этот способ ничего не могу сказать но мне показался более надежным способом держать клубни в постоянно вегетирующем состоянии то есть и кустик он растет всю зиму я с него беру черенки если вот у меня те клубеньки они все-таки пропали черенки у меня сохранились укоренен из тех черенков я уже тоже брала черенки и в общем вот таким образом все-таки по мне лучше сохранять или в вегетирующем состоянии клубень или черенок осенью брать черенки и эти черенки уже ростить всю зиму как маточные кустики еще почему клубнями они стала сохранять в сухом варианте да где-то в погребе потому что вот у меня было четыре сорта и хорошие клубеньки нарастил только вот этот вот один сор вот у него были очень хорошие такие клубеньки и они как раз у меня по объему от этого горшочка получились горшочек я не знаю литра на три наверное а остальные клубеньки были очень маленькие там были вот ну совсем вот такие вот малыши и таких малышей хранить в сухом виде я бы как-то не знаю я не рискую в общем я их посадила и они как бы и росли и корешки новые дали и побеги у них хорошие пошли ну вот я их все-таки умудрилась залить таким образом я сохраняю свои георгины вот это вот черенок у меня был который я брала вот с этого кустика зимой он тоже видите дает поросль я его уже тоже неоднократно здесь прищипывала ну в общем конечно же это маточные кустики и выглядят они сейчас очень так не презентабельно но мне не надо чтобы они выглядели как-то супер красиво главное чтобы они росли были здоровыми и давали мне череночки сейчас покажу черенки которые у меня были сделаны совсем недавно вот буквально 27 февраля ставила на укоренение они уже укоренились корешки вот здесь не видно но они есть но пока я их рассаживать не буду еще вот такие вот череночки у меня есть тоже так раз два три четыре пять шесть штучек для корешки у них появились эти уже наверное скоро буду пересаживать тоже укореняла я их укореняла я их 27 февраля для укоренения я бы не сказала что каких-то много нюансов здесь но когда хорошо укореняются когда не очень хорошо укореняются в общем как-то ну вот я поставила черенки до в грунт воткнула их без корневина без всего закрыла крышка они стояли у меня под подсветкой и при температуре где-то двадцать четыре двадцать пять градусов на стеллажах у меня такая температура ну и укоренились вот они считайте ну 27 февраля сегодня 18 сколько прошло больше двух недель вот так вот вот такие вот корешочки у меня сейчас здесь есть и покажу сейчас черенки которые были у меня укореняла я два месяца назад я показывала в ролике как я черенкую георгий вот так они у меня сейчас выглядят пересаживала их пять дней назад из стаканчиков 100 грамм 200 граммовые стаканчики и корешки вот знаете они вот прям на глазах буквально начали разрастаться хорошие жирные белые корешочки хотя в 100 граммовых стаканчиках они у меня стояли достаточно долго корешки вроде как и развивались но они были но не такими что ли как бы жирными они были таки тонковатые потому что торфи я считаю все таки это пустоватый такой субстрат который вот нужен только чистой для укоренения и после того как укоренились черенки их надо рассаживать в питательный субстрат вот они сразу же стали и толще и пошли в рост и корни у них сразу пошли в рост в общем вот таким образом сейчас выглядят мои череночки стоят они у меня на южном окне им там вполне комфортно вот такие вот хорошие черенки узнать они вот буквально вот я не знаю после пересадки на второй день сразу уже начали появляются жирные такие корешки прям и сами черенки хорошо пошли в рост в общем если вы укореняете в торфе не держите очень долго как только увидели корешки первые буквально пересаживайте сразу в питательный грунт у меня грунт на основе перегноя и с добавлением перлита ну и торф тоже добавлен для того чтобы он был все таки повоздушнее что я сейчас не буду делать с черенками с черенками я особо сейчас ничего делать не буду как только корневая система заполнит вот это все пространство буду пересаживать стаканы 05 этим черенками скорее всего сделаю прищипку для того чтобы давали дополнительные побеги чтобы кустик уже получался у нас пышный и это будет дополнительный материал для посадки то есть сейчас подожду как только чуть-чуть еще вот немного подрастет и прищипну в общем то ничего сложного я бы сказала в сохранении георгинов нет зимой не скажу что сохранить георгин зимой как-то очень сложно или тяжело удалось это вполне нормально я бы сказала еще раз повторю что если клубеньки маленькие то мне кажется лучше все таки их оставлять в вегетирующем состоянии чтобы они росли и зимой можно с них брать черенки старые маточники в принципе можно даже и выкидывать после того как черенки укоренились вот по сути дела вот этот вот маточный куст вот этот старый который показывала вначале он мне как бы уже и наверное не нужен будет я возьму вот здесь вот еще черенки здесь вот даже еще видите новые черенки эти побеги идут вот эти череночки я сниму 4 у меня таких полноценных хороших черенка будет ну подержу вот этот вот маточный кустик посмотрю какие там потом будут клубни может быть просто в грунт его высажу не знаю может быть и выброшу я в принципе со всеми маточными кустами расправляюсь безжалостно после того как весь все черенки с них сниму какие можно я их выкидываю что петуния вегетативная что хризантемы мультифлора но есть георгином наверное поступлю точно так же в общем вот такие дела у меня на сегодняшний день с георгинчиками спрашивают еще про ипомею батат как я ее сохраняю в следующем ролике покажу ипомею батат как она у меня сейчас выглядит какие у меня были проблемы зимой с ней и как я ее сохраняла все расскажу и покажу кому был полезен этот ролик ставьте лайк пишите свои комментарии подписывайтесь на мой канал включайте обязательно колокольчик чтобы не пропустить ни одно мое видео ну а на сегодня у меня все всем удачи всем удачных посевов черенкования всем всего хорошего всем пока